Рев моторов был слышен на выходных в окрестностях Алушты. Первый этап открытого Кубка Крыма по горным гонкам собрал около полусотни участников. Они соревновались сразу в нескольких классах. Кто быстрее всех обуздал при вратности извилистых крымских дорог, смотрите в нашем следующем видеоматериале. Гонщики народ суеверный, поэтому небольшой дождь перед началом соревнований они, в отличие от зрителей, восприняли на ура. До старта больше часа, а механики этого символа японского автопрома вовсю колдуют под капотом. Цель победить перед Иваном Луценко стоит всегда, однако в этот раз задача минимум – себя проверить и к другим присмотреться. После присоединения к России развитие автоспорта в Крыму вообще нуждается в новом и фундаментальном подходе. Сегодня, по сути, мы его перерегистрируем, скажем так. Идет перерегистрация, то есть, как бы, я думаю, что этот год войдет на именно организационные вопросы больше. Но мы не забываем и о спорте, потому что, ну как, людей же не бросишь, скажем так, надо заниматься тем, чтобы организовывать и проводить. То есть, как бы, я думаю, этот год себя покажет тоже. У непризнанных шумахеров дорог общего пользования теперь есть шанс реализовать свои навыки на горных спорттрассах. Вместе с профессионалами за победу в параллельном зачете соревновались и любители. Антон Корж свой автомобиль готовил к испытаниям не один год. Сначала это был просто тюнинг для души. Затем уже целенаправленная работа на результат. Теперь железный конь проходит суровую проверку. Пытался апгрейдировать подвеску там. То есть, ну, конечно, везде там ничего родного уже не осталось. Везде потихонечку, полигонечку вот делается. То есть, там уже все, голова уже в ней. Все знаю, все понимаю примерно. Ну, то есть, практически сам. Ну, сам руками не делаю еще пока. Понемножечку. Технические специалисты заверили, контроль за автомобилями, допущенными к турниру, был очень строгим, хотя и быстрым. Говорят, что опытному мастеру достаточно провести наедине с машиной 10 минут, чтобы понять, где и как ее апгрейдили и насколько усовершенствование соответствует соревновательным нормам. Больше всего, даже бывалых, удивляет способности отечественного автопрома. К примеру, ВАЗ-2108, как выяснилось, настоящая кузница экспериментов. И часто успешных. Если в заводском исполнении восьмерочный мотор, наши, говорит, восьмерки, у него там 80 лошадиных сил, а если с этого мотора после переделки снимают 100 лошадей и выше, ну, как это, это не кулибины. Люди знают, что делают. Да, снимают по 100 лошадей, по 120, по 150 лошадиных сил. Это труд механиков, инженеров. Антон Дьячук согласен на все 100. Свою восьмерку он холит и лелеет. Она отвечает ему взаимностью. На этот турнир он приехал не рвать жилы за победу, а поучаствовать ради удовольствия. И своего, и автомобиля. Ну, это, наверное, самое лучшее, то, что автопроизводство советское выполнило, вот этот автомобиль. Самый надежный, самый быстрый, самый крепкий, так скажем. Довести его до ума, он едет довольно прилично. Но, конечно, не так быстро, как железные японцы. В абсолютном зачете безговорочно первым стал экипаж на Субару. Иван Луценко и Виктор Дорий. Эта команда лучше и быстрее всех справилась с раллийной дистанцией. В остальных категориях, в большинстве своем, первенство стало с загонщиками из Симферополя. Второй этап раллийного Кубка Крыма планируют провести осенью. Валерия Назирян, Анатолий Скорик. Время новостей. Алушта.